Привет, друзья! Я сейчас нахожусь у корпуса, который начался строиться в 2005 году. То есть 13 лет этот корпус строился. Продажи жилья начались сразу же, как началось строительство, как начали заливать фундамент, сразу же началась продажа жилья. Я хочу сегодня рассказать вам о ошибках при покупке жилья в Грузии. Во-первых, этот корпус начал строиться в том месте, где нельзя было строить жилье. Потому что здесь грунт и основы строительства для корпуса не были рассчитаны и не были предназначены для строительства вот такой многоэтажки. Теперь, что происходит дальше? Жилье так или иначе поднимается, корпус строится, не ставят крышу. Потом на первом этаже разрушается подъезд. Когда разрушается подъезд, срочно эвакуируют жильцов, которые уже перешли жить в корпус. То есть им не разрешают поселяться. За это время фирма Саско построила этот корпус, взяла на себя ответственность переселить жильцов и платила за место них как бы аренду жилья. Потому что все жили, арендовали жилье. Семь лет они платили, а потом перестали платить. Жильцы крышу, то есть поставили, а жильцы были вынуждены переехать в этот корпус и жить уже здесь. Сейчас, на сегодняшний день, состояние такое. Вот я вам покажу сейчас. Корпус не достроен. Корпус не достроен, лифт не работает. Уже 13 лет прошло. Мэрия вмешалась в это дело с самого начала. Оно помогло жильцам как-нибудь устроиться здесь. Но под конец и мэрия ничего не смогла сделать. Вот в таких условиях живут люди. Подвалы просто в мусоре, в грязи. Лифт не работает. Везде строительный мусор, стройматериалы. И жильцы вынуждены жить вот в таком корпусе. И неизвестно, когда этот корпус закончится. Вот такие ошибки совершают люди при покупке жилья. Потому что они не проверяют, не проверяют. Нужно проверить через юриста обязательно. Плюс нужно знать, стоит ли в том или ином месте строить корпус. Фирма... Как бы многие фирмы, лишь бы заработать, покупают дешево участки и строят жилые дома. И нужно знать, у какой фирмы покупать жилье. Для этого обязательно нужна проверка. Вот такая вот площадка у корпуса. Недоделанная, недостроенная. Вот здесь вход. Люди уже переселились. Семьи живут. Почти 80-80% жилищ уже поселены. И вот здесь вот так. Вот в таких условиях люди живут. В подъезде нет света. Свет есть. Только вот такая примитивная лампочка. И все провода торчат. Я не знаю, как здесь можно пускать детей. Вот так живут люди. Такие ошибки бывают, друзья. Когда жилье покупается не у компании, которая берет ответственность проверить все и как бы продать, выбрать жилье, которое и вправду будет достроено и вправду будет полностью как бы созданы условия для жизни. Вот я бы в таком месте не смог прожить, потому что здесь, вот элементарно возьмем, смотрите, здесь виднеются полы. То есть можно запросто упасть не во время, когда не в трезвом состоянии, а в любом обычном состоянии можно упасть. Детей сюда, я не знаю, как вообще можно здесь жить с детьми. Смотрите, вот в таких условиях приходится жить. Людям, которые вынуждены, которые потратили свои последние деньги на покупку жилья. Вот такая лестница для того, чтобы спуститься, вот поставили, чтобы спускаться с корпуса. Вот так, друзья. Будьте бдительны, не допускайте ошибок при покупке. Тем более, когда покупка происходит на последние деньги. Многие люди покупают для инвестиций, чтобы потом сдавать квартиры. А сдавать в таком месте, то есть на 13 лет, ждать 13 лет, чтобы потом сдавать жилье. Или же вот в 13 лет, когда ваши деньги уже заплачены и они в распоряжении у фирмы, а вы не можете пользоваться этими деньгами. То есть это уже как бы получается пассивная покупка, приобретение пассивного жилья. Потому что вы его сдать не сможете. Вот так, друзья. Что я хотел еще сказать. Вот недавно я читал такую вывеску, что Heidelberg Cement. У нас в Грузии такой известный бренд Cement. Называется Heidelberg. Он закупил ввоз сырья на цемент по всей Грузии. То есть получается монополия у этой компании на цемент. И это соответственно, то есть население и в Грузии ожидается как бы рост цен на цемент. Когда будет рост цен на цемент, соответственно и жилье обязательно подорожает. То есть новостройки и самостройка, цена на корпус, жилой себестоимость будет дорожать. Те люди, которые уже успели купить жилье, это для них будет хорошая новость. Потому что цены, наверное, существенно возрастут. Смотрите, друзья, еще одна лестница. Вот вокруг корпуса везде вот такие деревянные лестницы, по которым можно подняться или спуститься на сам корпус. Люди работают. Это, наверное, сами жильцы нанимают работников, чтобы как-нибудь благоустроить свой корпус. Вот в таких условиях живут здесь жильцы. Смотрите, друзья, здесь два года уже как бы хотят установить лифт. Вот смотрите, как оно устанавливается. Вот на третьем этаже жилец корпуса, женщина, она попросила снять этот лифт. Вот она с третьего этажа прям смотрит вот на эту дорожку, где должен ходить лифт. То есть с третьего этажа можно запросто, если быть неосторожным, провалиться вот в это место, где должен ходить лифт. Вот, пожалуйста. Это уже другая сторона корпуса. Опять-таки такая деревянная примитивная лестница. И везде вот этот мусор. Вот сзади меня виден мусор строительных материалов, которые даже не вывозят. Потому что жильцы сами должны вот этот мусор вывозить. Вы представляете, вы платите большую сумму, покупаете квартиру, которая потом не достраивается, непригодна для жилья, непригодна для эксплуатации. И плюс приходится вам жить вот в таком вот мусоре. Конечно, а сдача жилья здесь и разговора не может быть. Вы либо сдадите очень дешево, либо вообще не сможете.